Привет, меня зовут Тимур Шантыз. В этом видео я расскажу вам, как создать в Spark Air кнопки внизу вашей маски Instagram. Я думаю, вы не раз замечали, что в некоторых масках есть такая менюшка внизу, то есть кнопочки, с помощью которых вы можете переключать различные эффекты, фильтры, либо вообще какие-либо параметры вашей маски. А пока подпишись, лайк заранее, поехали! Откроем Spark Air Studio, создадим новый проект, пустой бланк. Открываем патч-эдитер. Здесь мы создаем, правой кнопкой мыши нажимаем и добавляем, добавляем пикер UI. Окей, нажимаем Visible. Так, что мы будем переключать? Давайте сделаем вот что, создадим Face Mesh. И продублируем, нажимая Ctrl D, два раза продублируем. То есть, чтобы у нас было три Face Mesh. К каждой создадим свой материал. Здесь нажимаем создать новый материал. И в третьем тоже создать новый материал. Мы видим внизу, слева, что мы создали три материала. Нам нужно сделать, чтобы они различались друг на друга, потому что все они серые. Давайте первый мы изменим. Вот здесь вот во вкладке Color. Придадим ему какой-нибудь цвет, пускай красный. Второй материал. Меняем тоже цвет, только теперь сделаем его зеленым. И третий материал, пускай будет синим. Мы видим, что здесь поменялся цвет уже. В данный момент у нас активированы все три. Просто сейчас отображается последний, третий. Он поверх остальных получается наложенный. Нам нужно сделать так, чтобы при нажатии на каждую кнопку внизу, мы переключались на нужную нам маску. Для этого нам придется для начала подготовить в фотошопе сами иконки этих кнопок. Для этого мы открываем фотошоп. Нажимаем создать новый документ. Я рекомендую где-то 150 на 150 пикселей делать. То есть небольшое разрешение. Все равно они маленькие очень. Чтобы много не весили. Вот такой вот маленький квадратик получается. Учитывая, что у нас сауна обрезаться будет по кругу. Поэтому по углам лучше ничего не запихивать. Мы можем просто цветную сделать. Маску, ну кнопку. Аналогичную с масками. Например, вот красный. Красным цветом закрасим. Нажимаю сохранить как. Сочетанием клавиш. Ctrl-Shift-S. Выбираем формат JPEG. Я здесь уже, кстати, его создавал. О, ничего страшного. Красный. Красный. Окей. Теперь покрасим его в... Так, какой у меня там был? Зеленый. Закрашиваем. Ctrl-Shift-S. Меняем формат на JPEG. Пишем зеленый. Enter. Окей. И третья кнопка у нас будет синяя. Закрашиваем. Точно так же. Сохранить как нажимаю. JPEG. Переименовываю. Новую. Синий. Так. Все. Мы сворачиваем. Фотошоп. Возвращаемся в Spark Air. Теперь нам нужно подгрузить эти файлы. Add assets. Asset. Add assets. Нажимаем. Import. Import from computer. Так. Получается вот красный, зеленый, синий. Зажимаю Ctrl. Мы выделяем все наши файлы. Нажимаем Open. Видим, что они подгрузились. Мы сразу же вот здесь вот. Пока все они выделены. Право смотрим и нажимаем галочку. Ставим галочку No compression. Это обязательно, кстати. Так, я тут вижу, что несколько раз копировал Picker UI. Давай лишнее удалим. Есть. Теперь нам нужно вот что. Выделить все три Face Mesh. И нажать возле значения Visible. Вот эту желтую стрелочку. Тем самым мы эти значения перенесли в патч-эдитр. Ставим их по очереди вот так вот. Здесь теперь мы создаем правую кнопку мыши. Нажимаем пустое место и создаем вот такой вот. Equals Exactity. Equals Exactly. Exactly. В общем, не удивляйтесь, если я неправильно прочел. Выбираем вот это значение. Добавить. И давайте сразу его скопируем. Упс. Здесь все выделения надо убрать. Копировать, ставить. Копировать, ставить. Три раза скопировали. И вот такие вот значения ставим. Здесь все устанавливаем по нулям. Здесь ставим один. Здесь пишем два. И теперь отсюда соединяем вот таким вот образом. В первое значение First Number. И аналогично соединяем теперь с Visible. Так, почти все. Нам осталось только вот здесь вот в Picker UI подгрузить наши иконки. Текстур 1 мы ставим красный. Текстур 2. Зеленый. Синий. Мы нажимаем перезагрузить. И видим, что слева он... То есть мы видим в превьюшке, что у нас эти кнопочки появились. Мы можем выбрать здесь Simulet Touch. И попробовать понажимать. Мы видим, что каждая кнопка соответствует нужному цвету, да. Нужному Face Mesh. По сути, мы, нажимая на каждую кнопку, отключаем все остальные маски. И оставляем включенную нам нужную из этих трех. Мы могли вот здесь переименовать, кстати, сразу вот так вот. Чтобы не путаться. Вот. Тем самым мы создали с возможностью переключения каких-то параметров. По менюшке внизу. С этими кнопочками. Если взглянуть внимательно на Picker UI. Мы видим, что у нас максимальное значение это 10 текстур. То есть 10 кнопок мы можем добавить. Как правило, для большинства случаев этого достаточно. Но, естественно, вам может понадобиться еще больше кнопок. Как это сделать, я расскажу в следующем видео своем. Там понадобится уже скрипты добавлять. То есть чуть посложнее все будет. Так что подписывайтесь. Ставьте лайки и ждите это видео. Оно будет очень скоро. А на этом все. В принципе, вот такой вот быстрый урок у меня получился. Надеюсь, вы все поняли. Если у вас какие-то вопросы возникают, пишите в комментариях. Не стесняйтесь. Также можете ко мне в Instagram заглядывать. Я там доволю свои крутые маски. И там же я в личку отвечаю на ваши вопросы. Спасибо, что досмотрел это видео. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok